Приветствую вас, я прочитал ваш вопрос и прочитал некоторые ответы коллег на него, но некоторые, потому что много читать и другие ответы, вот. Для начала я хотел бы высказать такое вот общее, может быть, впечатление того, что я прочитал. А общее впечатление у меня складывалось такое, что вот вы свою дочь, тем, что она для вас всегда самое главное существо на свете, сделали неким таким средством для реализации чего-то своего и чего-то своего такого, что, в общем-то, не научно реализовываться через нее и кидает вас из-за этого из крайних и в крайних. То есть, помимо того, что дочь для вас это определенное средство, как я уже сказал, и я надеюсь, что в дальнейшем мы с вами постараемся понять, в чем именно она для вас средство. Вот. Помимо этого, вы еще и занимаете вообще жизненную позицию такую, что у вас, как это мне показалось, повышенное чувство долга, неуверенность в себе и гиберответственность за всех, за всех и вся, кроме себя саму. То есть, вот вы несете ответственность за своих начальников, вы несете ответственность за своего ребенка, вы несете ответственность за свою работу, вы несете ответственность, может быть, за 100 тысяч, перед бабочками и девочками, которые вам помогали, перед мамой, которая тоже для вас все делала. Вы несете ответственность даже перед своим ребенком Но это ответственность, не ответственность родителей ребенка Это ответственность та же самая ваша То есть как бы все они, эти люди выступают обвинителями Вас в чем-то То есть вот ребенок это обвинитель в том, что вы там Его оставляли Значит, ваши начальники, коллеги Это обвинительны в том, что вы купили квартиру с их помощью И так далее И вот все эти люди обвинители То есть вы все время чувствуете себя виноватым Вы все время чувствуете себя должен А это неправильно Потому что ощущение, что вы должны всем Ну, в частности, например, что вы должны своей дочерью, да? Вот вы должны своей дочерью рассказать о том, что произошло Зачем? Почему? Для чего? Никто у вас этого долга не просил Но вы взяли это и рассказали И теперь она на вас обижается Но зачем это было нужно делать? Вы чувствуете себя, чувствовали себя должное своим начальником За то, что они помогли вам, там, купить шлиё Но Какой это был долг? Если это был долг материальный Долг нужно было отдавать Конкретные сроки, там Конкретные обстоятельства Условия Как бы Погашения кредита И так далее Если долг моральный То, опять же Моральный долг может быть легко пожизненным И Вам нужно Чётко понимать Для чего люди вам помогают И устраивают для вас условия Этой помощи Но не быть в кабале у них А так вы говорите, что вот У меня бы уже не было возможности Взять больничный для себя Для дочери была брала А для себя нет Понимаете? Вот Как бы Вы Свой вопрос Помещает в раздел Детей и подростков И Мне представляется Целесообразным Сказать О том, что Именно в контексте Проблем с ребёнком Именно в контексте Проблематики С ребёнком У вас Именно вот в этом контексте Есть Одна Достаточно Серьёзная Неправильная Линия Поведения По отношению к ней И эта Линия поведения Наключается в том Что вы Ага Значит Не любя Себя Не уважая Должным образом Себя Уважаете И любите Её Делаете Её центром Вселенной По сути дела Воспитывая В ней Эгоцентризм Эгоцентризм Это означает Что Человек Чувствует Себя В центре Вселенной Человек Чувствует Себя Что он Самый Главный И Человек Миряет Всех людей По Себе Отсюда Обиды Отсюда И Определенное Капризное Поведение И так далее А мы Ну вот Смотрите Отсюда Ребенка Было Нормальным Нормальным Да Когда Вы Его Отставляли Но Стоило Вам Рассказать Ребенок Естественно Обиделся Ну Это Нормально Вот Такое Вот У меня Складывается Впечатление Что Вы Неуверенно В себе Человек Что Вы Не принимаете В себе Какие-то Качества У вас Гипертрофировано Чувство Вины Но Об этом Вам Уже Говорили Мои Коллеги Вот И что Это Идет Из Дескратия Родительских Отношений Вот Но Основная Проблема Включается В том Что Есть Чувство Вины Что Такое Чувство Вины И Понимаете Львы Его Понимаете Львы Что Это Такое И Как Оно Работает Это Вольный Вопрос Ну И Личная Жизнь Естественно У вас Тоже Складывается Не самым Лучшим Образом Кроме того Ребенку 16 лет Переходный Возраст Не самый Удачный Момент Вы выбрали Для того Чтобы Рассказывать Ей Правду И вот Я сомневаюсь Что Вы делали Это Для Нее И Скорее Вы Делали Это Для Себя И Опять Я Связано Это С тем Что Вы Для Себя Это Делаете Очень Мало И Вам Нужно Что-то Сделать Для Себя И Вот Это Что-то Вы И Делаете То Что Можете Себя 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 Делаете Но При Этим Не Не Осознавая Возможно Что Это Вредит Вашей Дочери Ну а Теперь Давайте Попробуем Пройтись По Вашему Тексту Там В тексте Я Буду Давать Вам Комментарии И По Этим Комментариям Я надеюсь Вы Сможете Увидеть Свои Основные Проблемы И Получить Ответ На Свои Вопросы Вот В конце Я Дам Так Небольшие Рекомендации Что Вам Нужно Сделать Ну и В ходе Анализа Тексты Тоже Будут Рекомендации Значит Я Мама 16-летней Дочери Мне 41 Год В Разводе Значит Здесь Сразу Хочется Вас Спросить Вот Прямо Сразу В ход А Если Вы Говорите Что Вы Развод То Соответственно Развод Был На Фоне Чего По Какой Причине Был Развод Видите Развод Вы Не Написали Когда Вы Развили Но Это Вообще Очень Важно Именно В Контексте Отношений С Ребенком Это Важно Вот Потому Что Если Вы Развили Например 2-3 Года Назад Это Одно Совсем Если 34-5 Лет Назад Это Совсем Другое И В Ваимоотношениях С Ребенком И На То Как Он Себя Позиционирует Сейчас На Это Влияет Очень Сильно Поэтому Вот Вы В Разводе Почему Из-за Чего Кто Был Инициатром Развода Как Ребенок Пережил Развод Да Далее Дочку Люблю И Она У меня Всегда Была И Есть Главным Существом На Свете Ну Знаете Аноним Фигня Есть Некие Конечно Условности Когда Мы Говорим О том Как Устраиваться Родительские Отношения То есть Наши Отношения К Своему Ребенку И Я Понимаю Что По Большому Счету Может быть Вы Сам Со мной Здесь Не согласитесь С тем Что я Говорю Но Рекомендую Вам Присучиться Хотя Бы К Моим Словам С тем Чтобы Для Себя Наметить Хотя Бы Некие Некие Сонарики Которые Вам Помогут Выстраиваться Своей Дочерью Другие Отношения Более Инструктивные Значит Главное Существо На свете Как вы Говорите Главное Существо На свете Это Вообще Что Такое Вот Существо Главное Это Что А Что Такое Существо Понимаете Вот Почему Вы Называете Существо Своего Ребенка Понимаете Ли вы Что Это Личность Понимаете Ли вы Что Это Человек Со своими Потребностями Со своими Желаниями Со своими Качествами Со своими Взглядами На жизнь Знаете Это Не просто Сосуд Который Вам Нужен Наполнять Своей Любовью Потому что Любовь В данном Случе Это Направление Ребенка По Определенному Принципу По Определенным Ориентирам И Вот То Что Вы Там Дальше Обисываете Да То Что Вы Там Дальше Говорите Очень Здорово Походит На Гиперопеку И Если Это Действительно Гиперопек То Ребенку Своему Вы Вредите Поэтому Главное Существование На Свет Это Не Разбирать Этот Термин Слово Что В него Вкладываете И Говорить Что Мой Ребенок Это Моя Коскровинка Моё Родное Что Но При этом Мой Ребенок Это Уже Девушка Сенадцатилетняя Девушка Которая Может Уже Вступать В Отношения И У Которая Может Быть И Свой Парень Вот Кстати Как Вы Ко 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 Отношитесь Там Что У Вашей Девочке Может Уже Отношения Она Может Даже Целоваться И Делать Что То Еще Вот Просто Подумайте Как Вы Воспринимаете Свою Дочь Сейчас Далее Был Тяжелый Развод Опять Тяжелый Почему Тяжелый В чем Когда Понимаете Ли вы Сторон Отворили Травма Всегда Для Человек И Травму Нужно Лечить Не Нужно Работать Иначе Она Будет Мешать Вам По Жизни Дальше Кроме Травму Вы Говорите О том Что У вас Есть У вас Был Развод Второй Развод Семен Не Вы Но При Этом Вы Называете Некого Папу Вы Называете Папу Девочке Музем Здесь у меня Тоже К вам Вопрос Как Папа Девочки Вас Музем Которым Вы Назвелись Травма Почему Вы Называете Его Музем А Небывшим Музем Или не просто Отцом Ребенка С позиции Технологии Здесь Кроется Опять же Довольно Серьезная Оговорка Что Если Вы Отца Своего Ребенка Вы Называете Музем Значит Вы Воспринимаете Его Как Музем А Значит Ко второму Бряку Вы Не готовы И Дело Здесь Не в том Что Вы Не хотите Травмировать Дочку А Дело В том Что Вы Сами Не хотите Отношений Вы Сами Возможно Боитесь Отношений Опять В силу Вот Тех Качеств Которых Я Вам Говорил О которых Я Вам Говорил И В этом Случае Уже Нужно Понимать Вам Аналит Что Мама Это Одно А Женщина Которой Вы Являетесь Человек Которым Вы Являетесь Личность Которой Вы Являетесь Это Совсем Другое Так Вот Аналит Скажите Пожалуйста Что Вы Хотите Для Себя Как Женщина Что Вы Хотите Для Себя Как Человек Что Вы Хотите Для Себя Как Личность И Почему Вы Ставите Это Ниже Доксеря Понимаете Если вы не будете Заботиться о себе Вы не сможете Правильно Заботиться о дочери Вы Говорите Второй Раз Замыз Не вышло Чтобы Не Травмировать Дочь Ей Так Спокой Не Комфорт Ну А Ещё Что Вы Ещё Делаете Чтобы Не Травмировать Дочь Понимаете Ли Вы Что В жизни Ей Будет Много 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 Факторов Которые Будут Травмировать Куда Более Сильнее И Понимаете Ли Вы Что В жизни В своей Самостоятельной Комфортной И Спокойной Ей Не Будет Вот Вообще Не Будет Понимаете Ли Вы Что Она Не Может Быть Спокойной И Жить В Комфорте А Также Не Травмироваться Если Вы Не Реализованы Полностью А Вы Не Реализованы Потому Что Вы Не Замыз Не Вы Замыз Пока Мы Говорим Именно В контексте Вашей Дочери То Да Может быть Чисто Формально Ей И Комфортнее Чисто Формально Ей Спокойнее Но Ваша Не Реализована Прородает У Реализована Чисто Тревожно И Муфи Волей Неволей Она Копирует Вашу Модель Поведения То Если Вы Не Вышли Замыз Чтобы Не Травмировать Ее То И Она Не Выйдет Замыз Чтобы Не Травмировать Кого То Или Наоборот Будет Делать Все Чтобы Травмировать Кого Эти Окраничения Которые Вы Создаете Ей Себе Срыват Это Какая Ответственность Для Нее Обрекать Вас На Отсутствие Замыз Только Потому Что Ей Так Спокойнее Кстати А ее Вы спросили Кстати А с ней Вы об этом Отговаривали Кстати А ей Вы Объясняли Что Вы ее Любите Но Вам Нужен Мужчина Потому Что Вы Женщина И Все Это Нормальное Естественное Не Очень Понятно Далее Жутко Мучает Чувство Вины Пестивые И Здесь Сразу Мне Хотелось Вам Сказать Следующее Следующее Чувство Вины Мучает Вас Потому Что Вы Берете Берете На себя Ответственность Больше Чем Эта Ну То есть Сюртвовины С точки зрения Субъективной То есть Позиции Человека Возникает Тогда Когда Человек Не несет Ответственности За себя Но Берет Ответственность За всех Других И не Умеет Устанавливать Границы То есть Где Граница Моей Ответственности Где Граница Чужой Ответственности Границы Тоже Подразделяются На Объективные То есть Определенные Внешние Грани За которые Вы Не позволяете Кому-то Переходить И Субъективные Это Ваше Отношение К тому Как Нарушаются Или Напротив Соблидаются Ваши Личные Границы То есть Например Если Вы Установили Какую-то Внешнюю Границу Объективную И ее Нарушили То Существуют Еще и Субъективные Границы Что вы Можете Отмотливаться К этому Так Как будто Ваши Границы Нарушены Все-таки Не И тогда Для вас Границы Остаются Ненарушенными Вот Чурство Вины С точки Врения Субъективизма Происходит Именно Отсюда Субъективные Точки Время Чувство Вины Это Навязанное Вам Отношение К определенным Вещам Со стороны Социума Со стороны Общества Чувство Вины Это Совесть А совесть Это По сути Глаз Общества Который Как бы Присутствует В вас Такое Своего рода Проявление Сверх Я Человек По Фрейду По Психонаду Вот и Получается Что вы Постоянно Находитесь В борьбе Между С собой И Своими Мотивами И Тем Что Говорят Вам Эти Самые Голоса Общества Ну или Голос Общества Или Попросто Совесть И вот Чувство Вины Это Конфликт С Совестью Конфликт Мотивов Ваших И Мотивов Общественных Соответственно Этот Конфликт Тоже Нужно Разбирать Почему Вы Считаете Что Ага То есть По Поводу Чего Вас Мучает Совесть А мы В дальнейшем Будем Говорить Именно Совесть А не Чувство Вин Почему Вы Переживаете По Поводу Того Почему Вас Мучает Совесть Почему Вы Либо Не Сделаете То По Поводу Чего Вас Мучает Совесть Своими мотивами или полностью от них не отканитесь, что мешает, какие-то блоки. Вот это является важным аспектом данных ситуаций и чувствований. Надеюсь, вот эти направления помогут вам именно вступить на путь избавления от мук совести и мук веки вины. Естественно, лучше делать с психологом, но вы сами можете с этим справиться. Таня, я всегда много работал, только приехал в Москву, у мужа с работой были часто неполадки. Не работал, но девочку любил и сидел с ней много. Здесь мне хотелось бы, наверное, только сказать о том, как вы относились к тому, что у мужа были проблемы с работой. Считали ли вы, что это, например, как-то его унижает, например? Считали ли вы, что это как-то его принижает, например? И так далее. Вина за дочь мало времени уделяла дочери. При этом всегда дом, работа, работа, дом. Просто работа ответственная руководство и директора строки. Смотрите, здесь у вас есть противоречия. А именно, вы говорите, я мало уделяла внимания дочери. И вопрос, почему вы мало уделяли в ней внимания, и сколько вы должны были ей уделять внимания, и почему именно столько. Это как бы ваше отношение. Это как бы ваш мотив, ваш смысл того, что вы делали. А после вы говорите, работа ответственная, директора и руководство строгие, то есть вас вынуть дали. И получается так, что вы согласились на работу, зная, что там руководство и директора строгие. Да? Ну, определенно, там были перспективы, определенно, там были возможности, вы уже купили квартиру и так далее. Значит, какой-то мотив из этих двоих лозный. Либо лозный мотив, что вы должны больше внимания уделять дочке, либо лозный мотив, что вам, ну, вас притесняла ваша работа. Понимаете? То есть, если работа вас притесняла, если работа вас притесняла, действительно, и вы хотели отдавать дочке больше внимания, это была ваша, собственно, желанная. Как в доме, с вами работа-то меня. Но, в конце концов, не жили бы вы в квартире, жили бы вы где-то в другом месте, но за то внимание дочери уделялось бы, если вы считаете это правильно. А если вы считаете, если вы работу таковой в глубине души не считаете, а мучает жертву вины, за то, что дочери внимания меньше уделяют. Ну, простите, опять же, это ваши установки по поводу того, что внимания должно быть определенное количество, но проблема в том, что работу активную и внимания деятельности уменьшать не получается. Чем-то приходится жертвовать. И в данном случае, я полагаю, что вы и то, и то делали. Просто почему-то считаете, что дочери нужно больше внимания. Вопрос, зачем? И определить ложность одного из этих мотивов. Какой из этого мотив ваш? Какой из этого мотив, как бы, приобщенный, приобретенный, продиктованный в совести? Далее. При этом, так, значит, могли финансово купить квартиру, я чувствовал себя перед ними должным. Чувствовал неуверенно и очень держал за работу. Так, во-первых. Чем руководствовались, когда помогли финансово купить квартиру? Об этом я говорю. Почему чувствовали себя перед ними должным? Чем обусловлено? Как проявлялось, какой был долг? Каковы были условия, что вы этот долг отдадите, пристанете быть должным и так далее? Почему чувствовали себя неуверенно в чем конкретно? Неуверенность – это сомнение. Сомнение в себе – это непринятие определенных своих черт. Что именно в себе вы не принимали? Вы говорите, держалась за работу. Почему? Опять же, почему вы держались за эту работу? Чтобы что? Зачем? Лазный вопрос. Чем обусловлено было то, что вы держались за работу свою? Лишний раз боялся отраситься с работы, взять больницу больничную. Опять же, чего боялись? Откуда вот этот вот у нас постоянный тревожный элемент в состоянии? Откуда постоянные сомнения и неспокойства? Что стояло за страхом отраситься с работы? Что такого конкретного, негативного вам бы это принесло? Подумайте, пожалуйста, это просто лак. Баба часто был дома, как няня, когда дочке было 3, 7, 3, 8 лет. А, это новое предложение, я понял. То есть, у вас как бы здесь уже оправдание идет. Смотрите, вы оправдываетесь перед нами, что у вас работа была ответственная, как бы. Но вопрос, зачем вы оправдываетесь перед нами? Что заставляет вас оправдывать? И сейчас вы оправдываетесь в себя, говоря, что папа часто был дома. Так какой же истинный мотив? Какой же истинный смысл вашего проведения? Так, ну, у нее был шестид, прописали в стационар, уколы договорились на дневной с папой. Так как круглосуточно решили не ложиться, так как дочка была в нормальном состоянии. Ну, вот здесь тоже непонятно. Здесь тоже непонятно. Если у нее был шестид, если ей прописали в стационар, то как вы говорите, что она была в нормальном состоянии, и при этом стационар исключили. Ну, если врачи прописали в стационар, то надо было ложиться в стационар. Вы этого не сделаете. Почему? Знаете, я вас не обвиняю. Я хочу, чтобы вы высказали свой мотив. Истинный мотив. Истинный мотив того, что заставило вас так сделать. И понимали ли вы ответственность за то, что вы делаете? И я не решилась брать больничество. Опять пишите вы, потому что до этого два раза брала отпуск по уходу за ней. И еще лежали к ней две недели с исходом ОРВИ в инфекционке. И это все за полгода. Ну, вы знаете, я могу вас понять, что начальство могло не одобрить того, что вы делаете. Но и вы, пожалуйста, тоже поймите, что это не ваша вина. И все-таки с начальством можно было бы договориться. С начальством можно было бы договориться о внеплассовой работе. Ну, например, работали бы вы начальством больше, когда выписали. Или работали бы вы без отпуска. Да? И так далее. Нет. Вы решили сделать так. Почему? Зачем вопрос? Решили. Решили по поводу госпитализации дочери. А кто решил? Кто решил? Вопрос. Договорились, что на дневном отделении будет папа. Ну, на дневном соционале. С кем договорились? Врачи об этом знали. Врачам бы сказали, что папа будет. Вы вместе с папой к заведующему отделению ходили, обговаривали все эти условия, если вы договаривались. С утра до пяти мы выдохнули. Это вот я вообще не понял, почему вы это написали, если вы выдохнули. По факту, в первый день его с тихого часа стали выгонять из палаты, мотивировались, что он мешает мамам кормящим. Из коридора тоже стали выгонять. И получилось, что несколько дней, четыре дня, папа был при ребенке с утра и до тихого часа, до двух часов. А далее до пяти, тридцати ребенок был без него, значит, тихий час, игры и общение с детьми, укол, потом домой. Ну, опять же, это нормальное поведение. То есть, помимо того, что ребенок мог, как я понял, совершенно спокойно один там находиться, то есть необходимости у вас в родителей не было. Кстати, чем продиктовано вообще то, что с ребенком должен был быть папа, чем продиктовано, если он находился спокойно там, и один ребенок, и вообще, как вы оцениваете самостоятельность своей дочери? Вот. Значит, помимо этого, вы говорите о том, что, значит, в общем, в три с половиной часа ребенок был один, и что? Что в этом страшного-то? Вы можете объяснить, что в этом такого страшного. Что ребенок был один-три с половиной часа? Играл с детьми, общался с детьми и был без родителей. Понимаете ли вы, что ребенку нужно быть без родителей вообще, это нормально. С родителями ребенок совсем не тот, какой он со своими сверстниками. Рекомендую вам посмотреть, что такое зона ближайшего развития, что такое зона вариативного развития. Однокомпись, это очень важно. Далее, в общем тапе не удалось, там по-другому решить вопрос, не зная, почему не настоял, не убедил врачи строгие и матери в полах. Так, здесь опять же у вас все строгие. То есть начальники у вас строгие и врачи у вас строгие. Не считаете ли вы, что это как-то вот немножко странно, что у вас все строгие. А вы не предполагали такую мысль, что дело здесь не строгости, а то, что... По сути, по сути, вы просто не договорились ни с начальниками, со своими нормальными. Вот если у меня там дочь, например, заболевает, я там ухожу. В отпуск вынужденный, но до свой счет, например. А потом я работаю без отмотка. То есть определенные услуги свои нужно выдвигать и выслушивать условия другие. И искать компромисс, что значит, что с начальниками, что с врачами. Но вы почему-то этого не делаете. И удивляетесь потомство все строгие, что вам не дают делать то, что вы хотите. Так, а вот вопрос. С папой, вы с папой и с врачами договаривались по поводу того, что он будет там? Если договаривались, как его вы провозили? А если нет, чему вы ожидали? Нет, непонятно. Далее. Ребенок был в нормальном состоянии. Опять у вас эта формулировка, что ребенок был в нормальном состоянии. Кто определяет вообще в каком состоянии ребенка, что есть норма? Критерии нормы у вас есть. Кому-то в случае, например, с сеститом и диагнозом врачей и их предписаниями, мне кажется, понятие нормы немного сомнительное. А здесь, когда вы говорите, что ребенок оставался один, я имею в виду, вы в этом контексте сейчас говорите, что ребенок в нормальном состоянии. Но здесь хотелось бы у вас выяснить отношение к этому нормальному его состоянию. Что это значит? Вот вы пишите, не жалость, не плакал. Хорошо. Ребенку-ребенку, скорее всего, он нравился, и он ведь принимал это как приключение. На тот момент мне казалось это просто невозможно. Невозможно. Что именно. Так. А, извиняюсь, я немножко сбился. На тот момент мы решили, что все в порядке. Правильно решили. Только на чем основывались-то, что правильно решили? Чем руководствовались, когда решали, что все правильно, все в порядке? Так. Выходные с ребенком в персонале была я. Ну, понятно. Теперь меня обличивает непомерное чувство кабины. Что я тогда не набрала смелости и не взяла в больничный. На тот момент это казалось невозможно. Невозможным. Отвечать я начинала в детских форумах. Аноним. Зачем вы читали детские форумы? Что повлияло на ваше изменение позиции? Конкретно по факту. До какого момента считали, что все в порядке? После какого момента стали считать, что все не в порядке? Вот. Поясните, пожалуйста, этот аспект. Это очень важно. И что вас подвигло читать детские форумы? Зачем? Чувствую себя матерю кукушкой. Хотя дочь единственная, любимая. Просто я какой-то трудоголик. Который боится отрасли, взять больничный. Мне это невозможно тяжело дается. Даже для себя не брала никогда. Даже если температура для души брала, но не всегда. То папа, то бабочка. Вот. Давайте посмотрим на эту ситуацию так. Почему вы трудоголик? Почему боитесь взять больничный? Какую вы преследуете цель, являясь трудоголиком? Понимаете ли вы, что через труд вы пытаетесь реализовать в себе то, чем вы сомневаетесь, и возможно заглушить в себе то, что вы в себе не принимаете? Труд это заглушает, но ненадолго. Отсюда повышенная мотивация работа. Отсюда все проблемы. Ну и вы не сынете себя, я вам не сказал, не любите себя жертвовать с собой. Как вам правильно сказал мой коллега. Так, значит, до сих пор мне эту ситуацию не прощают. Ну, вы знаете, простите меня, пожалуйста, это просто немножечко комично выглядит. Выписьте, дочь не прощает, но ничего не помнит. Ни травм, ни стресса, просто думала, что лежала там одна. Нормально. А почему не прощает тогда? Просто я недавно ей сама рассказала, как что было на самом деле. На самом деле, что приводил и уводил домой папа, полдня был с ней и даже не допускал смысла оставить ее помад. Ну, она круглосуточная. Зачем вы все ей это рассказали? Для чего вы на ребенка наложили такую ответственность? Зачем ей нужна была эта информация? Какую цель вы преследовали? Вы хотели избавиться от вины через ребенка? Нет. Вы получили еще больше вину, потому что она на вас обижена. Так зачем? Какую цель-то вы преследовали, когда рассказывали ей это? Зачем, если она ничего не помнила? Для чего вы это делали? И с чего вы ожидали? Она вас поймет? Ну, в подростковом возрасте, чтобы ребенок что-то понял из-за ошибок или чего-то непонятного в соцсетях своих родителей, это очень странно, наивно и редко. Кроме того, я не понимаю, а в чем, собственно, ваша вина? Вы, наоборот, не хотели оставлять ее одну на круглосуточный социал. И вы, наоборот, заботились о ней. Так на что обижаться? Это та, что конкретно здесь вызывает в вас чувство вины, а в ней обиду. И вы знаете что? Ничего нет. Вот конкретно и по факту не на что обижаться и не на что чувствовать себя виноватой вам. Но дочь обиделась на то, что вы чувствуете себя виноватой, раз чувствуете себя виноватой, значит, вернуть что-то плохое. Значит, ей навредили. И это ее обижает. То есть, меняете свое отношение к этому вы, меняется ее отношение так же, как к этому. Далее. Значит, хотя, повторюсь, ранее мы считали, что вставляли ситуацию нормальной, хотя не идеальной. Но, опять же, я вам и не по этому поводу сказал. Как мне избавиться от этой ситуации в своей голове? Ну, говорить о том, что сперва, откуда вообще чувство вины взялось. И говорить нужно о мотивах, о смыслах, о установках, о ценностях, о том, как вы воспринимаете работу, как вы воспринимаете своего ребенка, как вы воспринимаете своего мужа, какая у вас ситуация с ним. Говорить нужно об уверенности в себе, точнее, о неуверенности в себе. Говорить нужно о принятии себя такой, какая вы есть, со своими минусами, со своими недостатками и так далее. И говорить нужно о более ценностном отношении к себе. Вот тогда вы от всей этой ситуации в голове избавитесь. Опять же, я вам все эти направления обучил в своем тексте, в своем ответе по ходу вашего текста. И как бы, если вы будете сами в этом направлении думать, вы обязательно к чему-то придете, но с психологом это будет быстрее. Муж никаких проблем в этом не видит, и считает, что я разыграла трагедию на пустом месте, чтобы все было в порядке. Ну, с его позиции это действительно так, с его точки зрения это действительно так, но понимаете, в чем дело? Вы не разыграли трагедию на пустом месте в прямом смысле этого слова. Вы сделали только, по сути дела, то, что было в вас уже давно. Чувство вины было в вас давно. Неуверенность в себе было в вас давно. Что-то наставило вас своей дочери рассказать об этом. Почему-то вы стали считать детские формы, почему-то вы перестали думать, что то, что было в больнице, это нормально. И вот я полагаю, это ваша проблема. Это не проблема дочери, это не проблема взаимоотношений с ней. Это именно то, что было в вас всегда. И это дало о себе знать сейчас. Вот таким образом. Поэтому с этой точки зрения, ваш муж не прав. Вы не разыграли трагедию на пустом месте. Вы наконец-то получили способ, средство реализовать свою тревогу. Вы всегда боялись быть виноватым. Вы всегда боялись быть должным. Вы всегда испытывали тревогу по поводу того, в чем вас можно обвинить, в чем вас можно уличить в контексте долга. И вот, наконец, тревога нашла свой объект. И появился комплекс, появился страх. Появился вот этот постоянный страх, что вы виноваты перед дочерью, что вы не сделали для нее того, что могли бы сделать. Но приблизьтесь к этому поблизи. Посмотрите на ситуацию с разных углов. Посмотрите. И вы увидите, что за этим нет ничего. Что на тот момент вы поступали так, как вам казалось единственное веро. В тот момент вы были субъектом ситуации, в которой вы были. Когда ситуация закончилась, вы стали наблюдателем, у вас появились новые представления о ней, о той ситуации, из которой вы вышли. Когда вы стали наблюдателем, вы стали видеть ситуацию более полно. Из-за этого появились новые знания. Из-за этого появились новые мысли о том, как можно было поступить. Но ситуацию уже не изменить. Мы уже ставим по отношению к ней наблюдателям. И вопрос в том, что это нужно принять и осознать. Субъект, субъект ситуации может на нее повлиять, но он находится в ней. И его решение, его видение, его информация о ситуации неполная. Наблюдатель обладает полной информацией, но он не может на ситуацию повлиять. Так мой парадокс. И это положение нужно принять. Но на будущее учитывать эти ошибки, эти аспекты, эти несостыковки. Это не ошибка даже. Это не застыковка противоречия ваших мотивов, о которых я вам говорил. Разница мотивов. Два мотива. Вы и ваша совесть. И вот вы с ней никак не поднимите зону влияния. Совесть по-хорошему должна быть там, где вы изменяете сами себе. То есть, где вы изменяете своим собственным ценностям. А у вас совесть, судя по всему, сформирована родителем. Опять же, как правильно сказал мой коллега. И отсюда все проблемы. И вам нужно определить, либо вы служите свою совесть, либо себя. Сделайте выбор. Но этот выбор не делайте. И отсюда вы пытаетесь быть идеальным социальным субъектом. То есть, вы хотите быть идеальной матерью, идеальным сотрудником, идеальной женой, возможно. Это не реально. И отчем-то приходится жертва. И вот жертвуя, вы делаете выбор. И делая выбор, вы становитесь личностью. И становясь личностью, вы можете сделать своего ребенка только личностью. А пока, пока вы этого ничего не делаете. И отсюда у вас проблемы. Вы спросите себя, кем вы хотели бы, чтобы вырос ваш ребенок. Вы спросите себя, каким вы хотели бы его видеть в будущем. И действуйте так. Действуйте так, чтобы ребенок гордился своей мамой. И гордясь вами, он будет сам достойным человеком. Пока этого не происходит. Потому что вы не гордитесь сами собой. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok.